Деньги на карту. В Таткургане запущен проект электронного билетирования в общественном транспорте. Все по зубам. Уникальный кабинет стоматологической ортопедии появился в Алматинской области. Золото в копилку. Большие достижения ЖТСУского края в тяжелой атлетике. В 2025 году уровень газификации в Казахстане достигнет 60%. Такой прогноз озвучил министр энергетики на селекторном заседании правительства. Как доложил Нурлан Нугаев, проводимые работы позволят подключить к газоснабжению 2000 населенных пунктов и тем самым обеспечить экологически чистым топливом порядка 12 миллионов человек. Этому будет способствовать реализация второго и третьего этапов проекта САРАРХА, а также расширение и реконструкция региональных сетей. Некоторые проекты реализуются за счет программы «Дорожная карта занятости». По ДКЗ в 2020-2021 годах планируют осуществить 58 проектов. Семь из них реализуются в Алматинской области. В ходе заседания премьер-министр отметил важную роль газификации в социально-экономическом развитии страны. Клавак админа Оскар Мамин дал уполномоченным лицам ряд конкретных поручений. Поручаю Министерству энергетики совместно с заинтересованными госорганами и организациями до 1 апреля 2021 года разработать актуализированный проект генеральной схемы газификации Республики Казахстан. Все запланированные работы должны быть выполнены качественно и в срок. Вопрос газификации – один из приоритетных в Алматинской области. Ход проводимых мероприятий находится на постоянном контроле главы ЖТСУ. В течение шести лет ежегодно увеличивалась сумма, выделенная из республиканского бюджета на газификацию региона. Однако в следующем году картина может измениться. По словам руководителя управления энергетики и ЖКХ, в следующем году сумма из республиканского бюджета может составить 2,2 миллиарда тенге. Связано это с малым количеством проектов. Подобное положение дел вызвало недовольство главы края. Аманек Баталов раскритиковал слабую работу заместителя Акима области, курирующего сферу газификации и руководителя управления энергетики и ЖКХ. Кроме того, Аким области поручил усовершенствовать системную работу, увеличить количество проектно-сметной документации и подготовить план газификации региона до 2025 года. Данный документ должен быть разработан до 20 декабря текущего года. Также глава ЖТСУ отметил, что ненадлежащим образом уделяется внимание экологическим вопросам, в частности, созданию предприятий по сортировке и переработке твердобытовых отходов. Аманек Баталов поручил немедленно исправить ситуацию и в кратчайшие сроки доложить о планах. Тем временем 20 человек заразились коронавирусом в Алматинской области за последние сутки. Общее число заболевших составило 5 552. Сейчас область находится в зеленой зоне, однако темпы распространения вирусной инфекции постепенно набирают обороты. Наибольший прирост отмечается в Талгарском районе. Следующие в этом списке – город Талгурган, Ильиски и Каратальские районы. В целях недопущения дальнейшей динамики роста пандемии главный государственный санитарный врач Алматинской области вынес новое постановление, направленное на борьбу с COVID-19. На въезде в город Уштубе установлен санитарный пост. Работа всех заведений, где предусмотрено получение выигрыша, приостановлена. С 22 ноября вступило в силу номер 32-е постановление главного государственного санитарного врача Алматинской области. Объекты общественного питания работают с 7 утра до 24.00 в будние дни. В выходные дни, в субботу-воскресенье их деятельность запрещена. Объекты по перевозке общественного транспорта продлены до 23.00. Объекты бани, спа-центры, их работа продлена с 8 до 22.00. Свыше 2000 человек было спасено в этом году в Алматинской области благодаря работе санитарной авиации. В их числе и самые маленькие пациенты. Для оказания квалифицированной помощи наземный и воздушный транспорт неотложной службы помимо современного оборудования теперь оснащен и кувезами. О работе санавиации подробнее расскажет наш корреспондент. В экстренных случаях люди обращаются в неотложку, а при возникновении тяжелых ситуаций на помощь спешит санитарная авиация. В Алматинской области эта служба действует с 2009 года, а в 2013 на ее базе появились две единицы воздушного транспорта – вертолет и самолет. За 10 месяцев текущего года было совершено более 2000 выездов, из них 55 – авиасообщением. В скором времени сотрудники санавиации смогут совершать ежедневные вылеты в отдаленные аулы для оказания квалифицированной медицинской помощи населению. Для оказания помощи воздушным авиатранспортом у нас имеются в штате 4 летчика, которые круглосуточно несут дежурство. При получении заявки воздушный транспорт всегда стоит на готове. Он также оснащен всем современным медицинским оборудованием. То есть вылет осуществляется незамедлительно, никаких сейчас преград для этого нет. Час в час мы можем вылететь для оказания помощи. С 1 января 2019 года отделение санавиации передано на баланс станции скорой неотложной медицинской помощи. И это значительно упростило работу службы. Сейчас часть отделения расположена в Алматы на базе 4-й городской больницы, 2-й – в Талдыкургане, в многопрофильной клинике. По словам заведующей отделением санавиации, в основном превалируют вызовы, связанные с дорожно-транспортными и другими происшествиями, а также с оказанием помощи роженицам и новорожденным детям. Часто всего мы выезжаем, например, к новорожденным детям. Таких маленьких детей доставить тяжелыми пороками детей, например, доставить – это очень сложно. Это не каждый может, но это показывает уровень квалификации наших докторов. Бригады санитарной авиации тем более не прекращали свою работу и во время пандемии. В основном помощь требовалась пациентам с диагнозом ковидная пневмония. Во время пандемии тоже работали, выезжали, на транспортировку в основном выезжали, доставляли в областную больницу, в городскую многопрофильную больницу больных с тяжелыми пневмониями. В отделении санавиации трудятся 30 человек, 6 врачей, 12 фельдшеров и столько же водителей. В случае необходимости к вызову привлекаются и врачи-консультанты. Это реаниматологи, акушер-гинекологи, неонатологи и другие специалисты. Всего было транспортировано 283 пациента за 10 месяцев текущего года. 558 пациентов были прооперированы на местах, в районных больницах была помощь оказана. 1702 пациентам оказана консультативно-диагностическая помощь, была проведена корректировка лечения. На сегодняшний день автопарк санавиации полностью обновлен. Все автомобили укомплектованы современным медицинским оборудованием. Кроме того, медперсонал систематически повышает свою квалификацию, благодаря чему здоровье и жизнь пациентов находятся под надежной защитой. Мир без звука. Первый в республике кабинет в стоматологической ортопедии, в котором работают люди с нарушением слуха, распахнул свои двери в Алматинской области. Его открытие стало возможным благодаря поддержке фонда первого президента Нурсултана Назарбаева. Подробнее в материале моего коллеги Дамира Анитова. Куда пойти работать? Этот вопрос тревожит практически всех людей с ограниченными возможностями. Увы, принимать особенных работодатели не спешат. Учитывая это, неравнодушные общественники объединения Тамшабулак поспособствовали открытию кабинета стоматологической ортопедии. Здесь уже трудоустроено шеств выпускников Талдыкурганского медицинского колледжа. Один из них – Эльдар Орожан. В 2017 году поступил в Высший Талдыкурганский медицинский колледж по профессии зубтехника. Окончил и получил диплом. После мы при поддержке общественных объединений нам открыли кабинет зуботехнический. В этом году при поддержке фонд первого президента мы получили грант. Спасибо большое. Я уверен в своем будущем. Отнащение кабинета впечатляет. Два современных стоматологических кресла оборудованы по последнему слову техники. Два стоматолога занимаются непосредственно самим лечением пациентов, а четыре зубных техника – протезированием. По словам куратора новоиспеченных специалистов Марата Жумабекова, здесь будут оказываться практически все виды стоматологических услуг. В рамках проекта будут предоставляться льготные услуги людям с инвалидностью, людям из многодетных, малообеспеченных семей, ветеранам, пенсионерам. То есть будут предоставляться льготные зубопротезирования. Благодаря благотворительной помощи фонда Нурсултана Назарбаева на грант 3 миллиона были закуплены два стоматологических установок с креслом. Там будут работать стоматологи и предоставлять заказы нашим студентам. В Алмакинской области насчитывается более 1200 людей с нарушением слуха. По словам представителей фонда Тамшебулах, в ближайшие годы они намерены расширяться и привлекать новых сотрудников из числа выпускников. Дамира Нитов, Яржан Десен, Телеканал ЖИЦУ. Старая проблема – новый подход. Специальные брошюры на противопожарную тематику с применением шрифта Брайля подготовили для ЖИТСУского общества слепых. Сотрудники регионального штаба ДЧС провели встречу на тему безопасности в отопительный сезон. Как всем известно, зима – горячая пора для спасателей. Ежедневно в Алматинской области регистрируются десятки различных возгораний. Особое внимание в профилактике ЧАЭС уделяется социально уязвимым слоям населения. В связи с этим бронсмейстеры рассказали участникам встречи, сколь опасна может быть огненная стихия, и раздали креативные брошюры. Хотелось бы поблагодарить спасателей, что пришли и проинформировали нас. В принципе, мы и сами знали большинство и сказанного. Но, как говорится, повторение – мать учения. Спасибо, что заморочили, сделали шрифты Брайля. Мы очень ценим это. К этим людям мы относимся особенно. Объяснили, разъяснили правила пожарной безопасности, меры основные, каких надо придерживаться, соблюдать, чтобы предварить пожары в жилых секторах, на квартирных домах. Учитывая особенность этих людей, у нас были разработаны специальные памятки, выполненные шрифтом Брайля. Это делается для того, чтобы они могли сами прочитать, ознакомиться в дальнейшем, чтобы не допускать пожаров. В одно касание. С 25 ноября в автобусах Талтгургана будет действовать электронное билетирование. Рассчитаться за проезд теперь можно будет с помощью транспортной карточки Алиэмпэй. О преимуществах системы расскажет Адина Смогулова. Оплатить проезд пассажиры автобуса теперь смогут одним легким касанием. Благодаря транспортной карточке Алиэмпэй можно будет избежать излишней суматохи с пересчитыванием наличных. Стоимость карты 500 тенге для взрослых. Для детей действует скидка на 100 тенге дешевле. Продается электронный носитель в любом отделении Каспочты. Все, что требуется от пассажира, приложить данному устройству, валидатору карточку. Оплата мгновенно поступит. Этот аппарат покажет также, если на карточке деньги. Если нет, то вы можете пополнить баланс через любую имеющуюся у вас банковскую карточку. Расплачиваться за пользование общественным транспортом можно и восемью другими способами. Семь из них безналичные. Сумма разового проезда в таком случае составит 80 тенге. При оплате наличными стоимость увеличится до 120 тенге. Оплатить проезд можно не только транспортной картой, но и любой банковской. Четыре приложения – NFC, через QR-код и SMS-оплата. Остается в арсенале и традиционный метод – наличными. Только стоимость оплаты таким способом обойдется дороже. Безналичный расчет исключит теневой оборот, уверяют сотрудники отдела пассажирского транспорта. Анонсированный ими метод оплаты действует уже в 196 из 230 автобусов Талдыкургана. Инвестором данной установки является компания «Алемпэй». Ее услугами уже активно пользуются пассажиры в Костанае и Казаларде. Одина Смогулова, Мадиба Ибусынов, телеканал ЖТСУ. Казахстан займет более полутора миллиарда евро у зарубежных банков для дальнейшей борьбы с коронавирусом и восстановления экономики, передает Хабар-24. Кредит в размере более 908 миллионов евро предоставит Азиатский банк развития. Еще свыше 660 миллионов займет Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Об этом сегодня сообщил министр финансов Ярулан Жамаубаев на пленарном заседании Мажелеса. За счет этих средств правительство намерено покрыть дефицит бюджета следующего года. Отметим, половину займа АБР выдаст на 10 лет. Остальную сумму Казахстан должен будет погасить в течение пяти лет. В Каргалинском сельском округе Отрарского района местный житель устроил бата Кокпар с участием более 60 участников и приглашенных гостей. Мобильная группа Отрарского РОП провела с присутствующими разъяснительную беседу о недопустимости нарушений карантина и распустила собравшихся сельчан по домам. Также полицейские привлекли к ответственности организатора Кокпара, нарушившего ограничительные меры и собравшего более 60 участников. В отношении жителя Отрарского района составили административный протокол по статье 425 КОАП РК нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов. Серийного вора задержали в Нур-Султане. Сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан ранее судимый за кражу и грабеж 24-летний житель столицы. Молодой человек подозревается в совершении 8 краж. Так, к примеру, когда водитель-экспедитор разгружал товар в продуктовый магазин, подозреваемый из салона автомашины похитил 16 упаковок элитных сигарет на 80 тысяч тенге. Кроме того, на его счету кража ноутбука из квартиры и полмиллиона тенге из офиса. Подозреваемый во дворион ВИВС Департамента полиции города Нур-Султан проводится досудебное расследование. Процесс передачи власти от одного президента США другому начался. Дональд Трамп согласился начать формальный процесс, позволяющий Джо Байдену и его команде получить доступ к фондам и общаться с федеральными ведомствами. Глава Белого дома говорит, что уступать не намерен и обещает продолжить судебные баталии, чтобы добиться переизбрания. Но давление на него растет в том числе и со стороны однопартийцев-республиканцев, среди которых становится все больше тех, кто призывает его признать результаты выборов. Китайская ракета-носитель Чаншэн-5 успешно вывела на орбиту аппарат Чанье-5. Чанье-5 в случае, если миссия будет выполняться по утвержденному графику, через 8 дней должен приуниться и приступать к буровым работам на поверхности ближайшего спутника Земли. Космический зонд оснащен соответствующим оборудованием. Предполагается, что аппарат соберет примерно 2 килограмма грунта, гравия и горной породы. Изучение этих материалов позволит китайским специалистам начать подготовку к строительству научной базы на Луне. Власти Приморья пытаются ликвидировать последствия ледяного дождя. К задаче привлечены более 2000 человек и свыше 800 единиц техники. Во Владивостоке развернуты пункты временного пребывания людей и полевые кухни. Для нужд пострадавших от циклона выделено порядка 70 дизель-генераторов. Работа ведется круглосуточно, но многие все еще остаются без тепла и света. Напомним, стихия обрушилась на Приморский край в ночь на 19 ноября. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи. Без электроснабжения остались более 180 тысяч человек, проживающие в 73 населенных пунктах. Из-за отключения электричества во Владивостоке и Артеме перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома горожан. В пятницу, 20 ноября, в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня. В эти дни в Казахстане проходит чемпионат республики по тяжелой атлетике. В этом году из-за пандемии мероприятие проходит в режиме онлайн. Несмотря на непривычный формат соревнований, желание участвовать в нем изъявили более 300 спортсменов. В числе фаворитов – тяжелоатлеты из Алматинской области. Удалось ли им подтвердить этот статус, расскажет Ануара Мангельдинов. Карина Горичева – одна из главных звезд не только команды Алматинской области, но и национальной дружины. В этом году бронзовый призер Олимпийских игр в Рио сменила весовую категорию и на чемпионате республики выступила в новом для себя дивизионе до 71 килограмма. Дебют в новой категории выдался успешным. Обойдя главных фавориток дивизиона Айшу Омарову из Карагандинской области и Дарью Павлову из ВКО, житусусская спортсменка завоевала пальму первенства. Притом Карина Горичева выступила с недолеченной травмой колена. Я подняла 105 в рывке, 120 в толчке. Соперницы мои подняли обе в рывке 89, Павлова Дарья подняла 118 и Омарова Иша 119. Далее у меня операция будет. Тренер обещал помочь с операцией. Хочу выразить славу благодарности управлению спорта Алматинской области во главе Нурбахата Молдахметовича за вклад. Тяжелой атлетике в ЖТСУ уделяется огромное внимание. Свидетельством тому служат высокие результаты в этом виде спорта. Помимо Карины Горичевой, чемпионами Казахстана стали Гульнур Ибрай и Игорь Сон. Хорошие показатели демонстрируют и новоиспеченные члены основной сборной Алматинской области. Один из них – Руслан Амангельде. Я занимаюсь тяжелой атлетикой уже 8 лет. Мне 21 год. Я с лета начал готовиться к вот этим соревнованиям. Свой план выполнил, как говорил тренер. Сколько нужно было поднять, я поднял. Я 125 вырвал, 155 толкнул. Это мой лучший результат на соревнованиях. В этом году из-за пандемии чемпионат Казахстана проходит в режиме онлайн. Стартовало первенство республики 21 ноября. Завершится в конце этой недели. Ануар Амангельдинов, Жархан Шентаев, Жасон Шингинджа, Айдос Калиев, телеканал ЖИЦУ. Это была последняя информация на сегодня. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова